Уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас! На сегодняшний вебинар посмещён маркировки товаров и отражения этого процесса в конфигурации 1S ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, наши телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика 1S Галина Гардышева. И если вам по какой-то причине не удалось досмотреть до конца наш вебинар или время оказалось неудобным, мы через некоторое время выкладываем записи вебинаров на наш сайт, и вы можете вернуться к просмотру спустя некоторое время, и, возможно, ещё какие-то интересные для себя материалы найдёте. Мы будем очень рады. Мы будем благодарны вам за обратную связь, то есть пишите, какие у вас возникли вопросы, например, в ходе проведения вебинара, какие вам хотелось бы темы обсудить, что для вас представляет, какие-то сложности, и вы хотели бы более подробную информацию получить. Мы будем рады оказаться вам полезными. Как будет проходить наша встреча? Мы будем нормативные материалы рассматривать на слайдиках, а потом будем переключаться на демо-версию. Вот таким вот образом. Будем переключаться на демо-базу ERP и рассматривать уже на практике то, о чём мы с вами поговорили, так сказать, в теоретическом ключе. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Итак, программа нашего вебинара. То есть у нас будет достаточно много и нормативных материалов. Мы немножко напомним историю балета, если можно так выразиться. То есть кто должен ввести маркировку, когда принимались какие новые товары для маркировки, какие особенности имеют различные виды маркировки, ну и так далее. Как подключиться к частному знаку, как настроить маркировку в АВНС, то есть какие требуются сделать телодвижения. И, соответственно, как оформляется поступление, выбытие маркированного товара, возврат маркированного товара, какие грозят санкции за нарушение правил работы с маркированными товарами. Ну и ещё дополнительно поговорим про сервисы и отчёты. Но это, к сожалению, у нас уже будет достаточно мало времени, так что мы вынуждены в высоком темпе проводить сегодняшнюю встречу, чтобы успеть как можно больше информации осветить. Итак, начнём с того, что такое маркировка и кто должен её вести. Вот вы видите на экране небольшая экскурсия, так сказать, историческая. То есть обязательная маркировка у нас действует уже достаточно давно. Должны соблюдать правила, которые предъявляются к маркированным продукциям и производителям, то есть те, кто работают за блоком производства. поскольку мы сегодня, прошу прощения, рассматриваем на конфигурации ERP, то, соответственно, это будет блок модуль производства и импортеры, то есть те, кто работает с ВЭД, с закупками по импорту, ну и здесь на птовые розничные продавцы, как сказать, заключительный этап отражения в 1С. Для учёта кодов для эмиссии марок разработан бренд, то есть это честный знак, это сайт, который, как следует из названия, должен обеспечить прозрачность процесса, выпуск, эмиссию марок и так далее. Значит, в названиях будет достаточно часто встречаться аббревиатура CRPT, то есть это Центр развития перспективных технологий, и, соответственно, CRPT, честный знак, будет тоже достаточно часто встречаться в маркировке, точнее, в операциях, которые связаны с маркировкой. Ну и здесь обязательно нужно учитывать роль, которую вы выполняете в этом процессе, то есть логистика, производство, розничная продажа и так далее. Вы видите ссылку на экране на нормативный документ, который регулирует у нас именно правовые основы маркировки. Это документ 488 ФЗ. Датирован он у нас 25 декабря 2018 года. Ну и потом к нему были соответственные дополнения, изменения. То есть по этому законодательству честный знак выпускает марки, то есть коды маркировки. Эта операция происходит за денежки. С 1 октября 2023 года у нас установлен и до сих пор не менялся тариф, то есть цена одного кода составляет 50 копеек плюс НДС. То есть в итоге стоимость марки 60 копеек с учетом НДС. Исключения составляют жизненно необходимые лекарственные препараты, которые стоят до 20 рублей. Для этих препаратов коды бесплатные. И соответственно все товары, которые подлежат маркировке, все промаркированные товары у нас помещаются в национальный каталог товаров. То есть это часть платформы честный знак. Туда может войти любой человек, то есть это публичная часть контура и посмотреть по марке информацию про товар. То есть там будет отражаться и производитель, и дата производства. То есть все подробности про товар, который вы, например, держите в руках. Этапы большого пути, если можно так сказать, значит, вот показывает следующий слайдик. То есть у нас маркировка на самом деле была... Начало было положено в 2016 году. В 2016 году тогда стартовал пилотный проект о маркировке меховых изделий. И если мы будем смотреть с вами дальнейшие... Ну, конкретно в 1С будем смотреть дальнейшие обозначения, то мы увидим... Вот сейчас покажу вам на демо-базе. Значит, вот, например, в меню продажи у нас встречаются обмен с ГИСМ изделия из меха и отдел с ИСМП. тоже идет обувь, одежда, табак и так далее. То есть аббревиатуры немножко разные. Мы чуть позже поговорим про эти различия. Ну, то есть вот это старая аббревиатура. И этот функционал уже обновлен. И мы к этому еще вернемся. Почему и как? Ну, просто чтобы было понятно, что вот здесь у нас исторические, так сказать, сведения и текущие данные для работы. Значит, ну, вот, как вы видите, история в 2019 году были добавлены 3 товарных группы. В 2020 году уже стало больше товарных групп. Ну, и так далее. Перечень расширяется. И в этом году у нас 8 товарных групп добавилось. Но, кроме этого, у нас еще есть 3 товарных группы, по которым продолжается пилотный проект. То есть это прорабатывается на практике. Какие-то товарные группы, соответственно, какие требования к ним предъявляются и так далее. Ну, вот здесь вы видите перечень. То есть уже маркируются товары, которые перечислены здесь в перечне. Ну, и, соответственно, дополнены уже товарными группами, которые добавились в этом году и планируются к добавлению в следующем году. Маркировку саму по себе можно представить в виде схемы. Эта схема достаточно во многих ресурсах используется. И, собственно говоря, это схема из информационной базы ИТС. То есть мы заказываем марки, если мы являемся производителем либо импортером, то есть который вывозит из-за границы новые товары. То есть в этом случае мы заказываем марки. марки честный знак выпускает для нас, то есть эмиссию марок производит. Потом мы маркируем нашу продукцию. Маркированная продукция вводится в оборот, то есть передается торгующая организация либо оптовая, либо розничная. Если, допустим, оптовая, то это отгрузка в розничные сети, то есть вы видите оборот оптовой компании, он начинается с поступления от производственных компаний либо от импортеров и кончается отгрузкой в розницу. И уже розничный продавец осуществляет, обоградает у себя документы поступления от оптовиков и вывод из оборота, то есть это продажа розничному потребителю. Ну вот такая схемка, чтобы было понятно, что у нас есть три роли, то есть производитель либо импортер, оптовые продавцы и розничные продавцы. С 1 июня 23 года, то есть это год назад, уже немножко больше, у нас стартовала маркировка без алкогольных напитков. Сюда входят соки, всякие лимонад и так далее. У нас сейчас маркировка новых товарных групп вводится постановлением правительства и здесь у нас не исключение, то есть это было постановление подписанное Мишустиным и тестовый режим экспериментальный проходил с 1 июля июня по 31 августа. Обычно сопровождается такая экспериментальная деятельность тем, что это проводится тестирование возможности маркировки технологии нанесения марок, то есть и соответственно оперативный выпуск марок заказанных и возможность их производства, то есть например нанесение краской, штамповкой, обклейкой и так далее. Здесь основной критерий, что участие в эксперименте для предприятия не должно приводить к дополнительным затратам участников. И есть один очень интересный момент, которым естественно многие участники пользуются. То есть если, например, товарная группа, которой вы занимаетесь, либо производством, либо завозите, попадает в экспериментальный проект по маркировке, то это значит, что вы можете на бесплатной основе провести тестирование, то есть вас обеспечивают оборудованием, обеспечивают необходимыми средствами, то есть фактически, например, принтерами, для печати этикеток и так далее. И это оборудование и, соответственно, программное обеспечение предоставляется на безвозмездной основе, то есть во время экспериментального тестирования вы можете сэкономить достаточно много на таком оборудовании. А начиная с момента, когда применение маркировки становится обязательным по такой группе, то есть когда уже эксперимент подходит к концу, к завершению, вы уже приобретаете все оборудование дополнительно за собственные средства. Ну вот к пилотным проектам у нас относились уже завершенным на текущий момент это БАДы, антисептики, велосипеды, икра осетровых рыб, например, соки, это уже все продукция, которая подлежит обязательной маркировке, то есть уже экспериментальный период проведен. И медицинские изделия, здесь у нас идет достаточно большое разнообразие, и это еще не завершено, поскольку часть некоторых видов медицинских изделий до сих пор участвуют в пилотных проектах. Ну, такой резонансный этап был, когда пивная продукция подлежала маркировке, то есть это у нас 23-й год, прошлый год, это маркировка в кегах и упакованных в стеклянную и полимерную, то есть пластиковую тару. И в 2024 году у нас, как я уже сказала, планируется 8 новых категорий, и часть из них уже введена, как бы тестовый период прошел. прошел он в разные сроки, ну, вот, как я говорила, допустим, для икры осетровых и лососевых пород рыбы маркировка стала обязательной, то есть уже перешла стадию обязательной, например, с 1 мая. На другие группы это произошло чуть позже. С 1 сентября, вот, как вы видите, у нас маркировка мед изделий начался эксперимент, то есть вот перечень медицинских изделий, которые вошли в эту экспериментальную группу. И эксперимент по 31 августа следующего года, то есть 25-го, напоминаю, что мы говорили про эксперименты, что участие в эксперименте у нас является добровольным, за коды не будет взиматься плата, то есть коды предоставляются бесплатно, а вот с 1 сентября 24-го года уже обязательно маркировка внесена вот на этот перечень, то есть велосипеды, ветеринарные препараты, консервы, корма для животных и растительные масла. то есть это уже эксперимент закончен и введен так сказать в промышленную эксплуатацию. И начатые эксперименты, которые уже у нас длятся, это изделия из титана, средства для реабилитации, ну икра у нас уже закончена и введена в эксплуатацию, скажем так, игрушки, ну и соответственно вводится маркировка изделий легкой промышленности, то есть это одежда, спортивные костюмы, аксессуары, ну то есть вот видите в 24 году у нас к концу года должны быть закончены все эксперименты и должна быть маркировка на вот этих изделиях, которые у нас перечислены в списке. Что необходимо для того, чтобы обычному коммерческому предприятию подготовиться к маркировке, если вы вдруг до этого не сталкивались с такой проблемой. А теперь оказывается, что в 24 году вы попали с какими-то группами товаров под маркировку. Но требуется достаточно много усилий именно административных, то есть в отношении программного обеспечения здесь не требуется никаких доработок, а вот для того, чтобы зарегистрироваться в честном знаке, это в первую очередь надо оформить УКЭП, то есть усиленная квалифицированная подпись, ну, соответственно, купить программное обеспечение для того, чтобы считывать коды, ну, чаще всего это, естественно, сканеры, и написать заявление в честный знак, заполнить анкету для того, чтобы вам там открыли личный кабинет. Соответственно, в личном кабинете вы заполняете самостоятельно, естественно, все сведения, то есть о владельце УКЭП, о пользователях, то есть доверенности, во-первых, на всех пользователей должны быть, не забудьте, что у нас сейчас новые требования предъявляются к машиночитаемым доверенностям, естественно, банковские реквизиты необходимо будет заполнить, и оператора ЭДО, с которым заключен договор на электронный документ оборот. После этого требуется достаточно большая и трудоемкая работа. Вы должны заполнить карточки для описания. При этом нужно обратить внимание вот на что. Когда дело касается экспериментальных групп товаров, то у нас допускается сокращенное описание товаров, то есть описываются только четыре позиции. А когда у нас уже идет полное описание, то есть карточки для постоянной маркировки, то в этом случае карточки содержат уже 12 пунктов для полного описания. И была ситуация, когда в 2023 году мы вынуждены были переоформлять карточки, переоформлять, то есть перезаполнять новые сведения на товары, которые в свое время участвовали в экспериментах, то есть карточки на них состояли из четырех позиций, а уже при окончании эксперимента надо было перезаполнить карточки на постоянную основу, и плюс ко всему изменялось программное обеспечение, и необходимо было перезаполнить карточки с учетом уже этих изменений. Ну и собственно говоря после всех вот этих административных шагов нам необходимо уже будет составить заявку для того, чтобы честный знак сгенерировал нам коды, ну соответственно на нашу продукцию. Я уже говорила, что у нас действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы начать работать с честным знаком, отличаются от друг от друга по ролям, то есть если мы поставщик, если мы логистическая компания, то есть доставщик, например, и если мы продавец, либо оптовый, либо розничный, то есть либо продавец, либо дистрибьютор. техника, которую мы приобретаем, если мы приобретаем ее не в период экспериментального маркирования, а в обычном порядке, то есть это у нас будет сканер штрих-кодов, принтер для распечатывания этикеток, например, со штрих-кодами, кассовый аппарат, который работает с маркировкой, компьютер, естественно, на котором установлена соответствующая конфигурация 1С, но чаще всего, естественно, это либо управление торговлей, либо ERP, либо какие-то другие конфигурации, то есть и комплексная подходит, и, соответственно, программа для обмена электронными документами, то есть ЭДО. Сейчас уже достаточно проверена, обкатана, можно так сказать, программа для обмена с честным знаком, и сейчас она уже в основном не требует дополнительных доработок, а раньше программное обеспечение, которое существовало существовало у честного знака, требовало дополнительной доработки для взаимодействия с 1С, но конкретно приходилось делать обработки для корректной работы, и сейчас этого не требуется для ОФДН, то есть, соответственно, если это розничная торговля, то чтобы фискальные документы могли считываться и передавать данные, как вы видите, вот здесь перечислены программы, программы, с которыми надо настроить интеграцию. Тренинг персонала. Тренинг персонала, это у нас есть такая возможность работать в честном знаке, в личном кабинете, и в этом случае мы запускаем, так сказать, тестовые данные и выдаем инструкции персоналу, как они должны работать с маркированной продукцией. Ну и, собственно говоря, запуск, тестирование и запуск, это как обычные, скажем так, при работе с программным обеспечением обычные этапы пути. Что еще вот из теоретических сведений для начала, так сказать, до того, как мы перейдем с вами в базу, хочется сказать, это еще то, что требуется для розницы, то есть для розницы требуется дополнительно возможность, ну, во-первых, сканеры требуются, во-вторых, принтеры этикеток требуются, и онлайн касса, соответственно, для маркированных товаров. вы видите перечень, то есть какое оборудование наиболее популярно, наиболее, скажем так, часто используется, и для чего его используют. Здесь нужно сказать, что используется в розничной именно торговле устройство прямого нанесения, в этом случае, то есть это на упаковке делается, например, гравируется или наносится с помощью краски и штамповочное оборудование, если мы используем какие-то логотипы, серийные номера, даты изготовления, ну, то есть вы видите требования, которые предъявляются для розничных продавцов, и соответственно, для маркировки, которая предполагает работу с оборудованием, вы видите требования к оборудованию, чтобы мы могли использовать именно считывание кодов, чаще всего используется беспроводной сканер, он может быть несколько, чуть-чуть дороже, но тем не менее проводной сканер чаще всего используется в стационарном варианте, когда существует рабочее место, и, допустим, продавец стационарным сканером считывает, и терминалы сбора данных, ТСД, то есть это в основном используется для инвентаризации складских остатков, для того, когда требуется использовать, считывать большое количество товарных единиц, то есть при приемке товара, например, собственно говоря, для того, чтобы работники могли более сжатые сроки проводить операции, например, инвентаризацию товаров, прием товаров и так далее. Ну и теперь мы наконец с вами переходим к программному обеспечению. Значит, сейчас мы посмотрим слайдик, который показывает, например, блок производства, если мы производственный модуль берем, то у нас здесь в разделе сервис есть обмен с конкретными маркированными товарами. Обратите внимание, и SMP, то есть сейчас мы переключимся и посмотрим, почему я именно обращаю на это внимание. Значит, переключаемся на базу, и у нас для работы с маркированной продукцией, соответственно, практически в каждом режиме, в каждом блоке, в каждом модуле есть сведения для работы, обмен с честным знаком. И если мы берем, например, продажи, то здесь у нас есть GISM, аббревиатура, изделия из меха, и изделия и SMP. То есть здесь я, если перехожу в GISM, то у меня сразу выскакивает предупреждение, что это устаревший информационный ресурс, и надо работать вот с таким ресурсом и ссылкой. Я могу по этой ссылке перейти, но мы сделаем вот такой переход. вот я сразу запущу нужные, то есть именно ISMP. То есть сейчас используется вот такая аббревиатура. И соответственно я здесь могу выбрать настройки, если мне нужны. и здесь уже технические подробности, то есть что такое интеграция. Мы можем перейти по кнопочке и попадем вот в такой интерфейс. Значит здесь для того, чтобы иметь возможность обмениваться с честным знаком, мы должны проставить отметки по тем товарам, которые у нас с которыми вы имеете дело, то есть либо производите, либо закупаете. Ну я проставлю вот так вот, пусть будет безалкогольное пиво, туалетная вода и так далее. Как я уже сказала, разные товарные группы имеют разные соответственно требования. Как вы видите, здесь у нас отражается период обязательной маркировки, то есть с какого периода у нас обязательно маркировка введена в действие и когда до какого периода у нас есть разрешение на контрольно-кассовую технику для работы с конкретным конкретной маркировкой. После, если, допустим, срок указан в 2024 год, то надо проверять по сведениям контрольно-кассовой техники, то есть какие дальнейшие будут распоряжения налоговых органов, то есть будет продлен срок использования или кассовая техника будет требовать замены. Ну и соответственно, если мы будем настраивать, то соответственно здесь по гиперссылкам обратите внимание, здесь нету чекбоксов, что здесь есть гиперссылки, по которым мы если переходим, то настраиваем уже конкретно для своего бизнес-процесса то, что нам подходит. И обратите внимание, здесь вот самое первое, то есть мы задаем так, это мы сюда сходили, то есть после того, как мы вот либо по этим ссылкам перешли и настроили, либо оставили все без изменений, у нас вот здесь стоит отметка тестовый контур и стоит отметка для чего он используется, то есть когда мы работаем с чекбоксами, у нас всегда есть подсказки, которые надо обязательно внимательно читать, то есть что мы такое активируем, ну соответственно если мы проставляем здесь чекбокс, то мы тестовый контур можем использовать для обучения своих сотрудников, ну дальнейшие мы либо проставляем, либо не проставляем, в зависимости от нашей специфики, и как я уже сказала, настройки у нас на этом заканчиваются, то есть практически задача оформить разрешительные документы на сотрудников, оформить договор с честным знаком и обеспечить доступ нашим сотрудникам к честному знаку, оформить заявку на выпуск марок и соответственно ввести, подключить оборудование, которое у нас имеется. И пожалуйста можем начинать, но естественно если тестовый контур мы будем использовать, то сначала надо научить сотрудников. В разделе НСИ и администрирование у нас есть отдельное рабочее место для работы с прослеживаемыми товарами. То есть если это только вводится маркировка на какую-то товарную группу, то естественно нам надо сначала снять остатки. То есть мы поставляем сведения, проводим инвентаризацию и сведения про складские остатки размещаем в честном знаке. После этого заказываем марки и соответственно обклеиваем продукцию или товары. Естественно не обязательно надклеиваем может быть другой способ нанесения, может быть какая-то упаковка содержащая штрих-кота, то есть разные варианты. И раздел инсы и администрирование. Вот мы сюда переходим и содержит рабочее место учет прослеживаемых товаров. Мы только что видели этот на экране этот интерфейс. Если я осуществляю переход, я попадаю туда же. Во-первых, проверить номенклатуру на сайте ФНС. Здесь видите в конце строчки есть с контекстной справкой. Что значит проверить? Это значит проверить на предмет попадает или не попадает под обязательную маркировку. То есть в этом случае мы вносим например код ТНВЭД или АКПД, то есть по какому-то признаку ищем товары и смотрим попадают они под обязательную маркировку или нет. Теперь проверяем настройку сейчас проверяем настройку собственно говоря самих классификаторов. Во-первых кодов ТНВЭД, во-вторых номенклатурные позиции проверяем и как я уже сказала проводим инвентаризацию остатков. Вот здесь тоже сначала надо посмотреть что значит инвентаризация остатков. В нашем случае здесь мы проверяем те позиции которые касаются именно прослеживаемых товаров. То есть это не значит что нам нужна сплошная инвентаризация всего склада. Это имеется ввиду только прослеживаемых товаров. И соответственно по инвентаризации если вы помните в обязательном порядке мы обязаны проводить годовую инвентаризацию то есть по состоянию 31 декабря плановую инвентаризацию мы должны проходить обязательно а вне плановые мы можем ну естественно если возникает сомнение допустим в честности торговых работников или возникли какие-то ситуации когда возник форс-мажор приведшие каким-то последствиям мы в этом случае не берем во внимание такие ситуации то есть мы инвентаризируем конкретно конкретные остатки в связи со складским учетом то есть вне плановой инвентаризации проводим оформляем допустим меню склад и здесь у нас есть вот такой блок излишки недостачи и порчи и раньше в других допустим конфигурациях это у нас называлась инвентаризация а в ERP это у нас называется пересчет товаров то есть мы оформляем это рабочее место мы оформляем например инвентаризацию это у нас здесь заполняется шапка и на закладочке товары мы либо заполняем вручную товары либо загружаем через TSD остатки товаров ну в общем проводим пересчет товаров что делать если у нас вдруг обнаружились отрицательные остатки это может быть в двух ситуациях то есть когда у нас есть какой-то пересорт например или когда у нас есть банальное воровство то есть в этом случае что мы должны делать здесь есть тоже достаточно комфортный во-первых помощник во-вторых вот контекстная справка нам показывает что мы можем сделать значит естественно уведомления на частный знак с отрицательными остатками мы не должны отправлять то есть вот по этим гиперссылкам мы последовательно выполняем все шаги которые требуются для фиксации остатков товаров заказа марок оставшиеся товары и соответственно реализация уже с марками то есть обклеивание или нанесение марок каким-то другим способом и уже продажу то есть оформляем выбытие через честный знак выбытие товаров то есть отгрузку либо окончательную реализацию здесь нужно сказать еще вот о чем то есть у нас еще с вами есть кроме маркированных товаров товары которые подлежат прослеживаемости значит в этом случае у нас с вами есть такие функции то есть мы прослеживаем товары точно так же на них заказываем марки и эти марки соответственно с прослеживаемым товарами вот таким образом оформляем то есть у нас прослеживаемые товары оформляются поступлением товаров услуг и оформление допустим ГТД если это импортные товары то есть соответственно мы используем вот такую возможность как вы видите у нас есть возможность и с комиссионной торговлей работать то есть вот он блок комиссионный есть для ввоза и перемещения из стран ЕАЭС и есть возможность получать какую-то отчетность то есть отчетность у нас может быть просто обычный журнал документов которые содержат сведения про маркированную продукцию отчет об операциях обычно это более информативно вот например сформировать отчет я попадал в опять вот такой интерфейс поскольку я перешла в блок отчетности то это у меня регламентированная отчетность подключилась и рекламный баннер когда программа сама себя хвалит за сервис 1С отчетность то есть обратите внимание что у меня регламентированный учет вот допустим раздел регламентированного учета состоит из блока 1С отчетность то есть этот блок содержит перечни вот совершенно конкретных даже не знаю как русское слово сказать совершенно конкретных операций которые мне в этом блоке доступны то есть регламентированные отчеты это общий журнал всей отчетности и уже допустим более тонкие настройки это работа с уведомлениями с письмами с запросами отправка сферок и так далее а то что мы с вами только что видели вот в данном случае это уже сервис именно 1С то есть не блок 1С отчетность не общий журнал отчетности а 1С отчетность именно сервис что это значит это значит что обмен сведениями документами и так далее напрямую сайтами вот таких фискальных органов как здесь перечислено то есть налоговая социальный фонд России судебные приставы и так далее что нам это дает это нам дает возможность напрямую отправлять во-первых напрямую отправлять отчетность минуя операторов ТКС то есть это экономит время на пересылку вот ну и поподробнее можно прочитать вот по этой ссылочке подключиться можно тоже просто достаточно нажать кнопочку казалось бы очень удобный сервис но у него есть как всегда читайте мелкими буквами то есть этот сервис платный бесплатно если вы являетесь подписчиком ИТС проф вы можете подключить одно юрлицо мы учитываем что обычно 1С ERP это для крупных предприятий то есть соответственно у вас может быть больше чем одно юрлицо если у вас подписка ИТС Техно то у вас вообще не будет бесплатного подключения только за денежки но единственное что за денежки достаточно дружественные тарифы то есть например порядка 3800 рублей на год если поделим на 12 получим дружественную очень цифру на которую порадуемся но если учесть что нам например надо на 10 или на 20 юридических лиц то уже остается место для тихой грусти но тем не менее у нас вот такая возможность есть мы ее можем использовать то есть мы можем подключить сервис 1С отчетность и для работы с отчетами он нам может этот сервис пригодится ну декларацию по НДС мы можем сформировать книги продаж книги покупок и журнал учета счетов факторов то есть вот это отчетность которая содержит графы упоминающие о маркировке не не хотим мы не хотим мы сейчас подключать не хотим мы соответственно ну вот например главы союз то есть как вы видите операции товаров сейчас нажмем создать пока будут наформироваться прослеживаемые товары маркированные как вы уже раньше слышали то есть товары подлежащие прослеживаемости и подлежащие маркировки у нас к сожалению нету времени поподробнее рассмотреть эти отчеты потому что уже времени немного сказать нужно еще очень хочется успеть очень много то есть это официальная отчетность которая формируется в фискальные органы а у нас также есть вот такая смозочка смотри так же то есть я сейчас развернула все подразделы и все функции которые включены если я вот так вот сверну это будет выглядеть вот таким образом и мы с вами сейчас смотрим раздел смотри так же то есть в этом случае мы можем сформировать отчетность управленческую и как вы видите вот тоже здесь у каждого пункта есть тематическая справка и пояснение то есть сформировать что я получу то есть зачем это мне нужно во-первых смотрим что это дает это у нас контроль остатков разрезе организации и соответственно это либо прослеживаемый товар либо и маркируемый и прослеживаемый то есть я могу получить такую ведомость могу посмотреть что у меня в эксплуатации и соответственно эти вот все три отчета это у меня в разрезе РНПТ а если у нас например основные средства которые еще не приняты к учету может быть по какой-то причине ведомость прослеживаемых товаров составилась может быть это допустим основные средства которые требуют монтажа ну то есть вот видите я задаю по всем организациям но у меня пока только у комплексного дома есть операции которые попадают ну то есть я получаю отчет и могу уже с ним оперировать конкретно работать с настройками и так далее напомню что у нас этот блок с вами находится в разделе НСИ и администрирование и здесь у нас вот это рабочее место учет работы с прослеживаемыми товарами и операции ИСМ ИСМП то есть это работа с маркированной продукцией значит кроме того что у нас есть возможность получать и отчеты и формировать отчетность у нас в каждом модуле в каждом блоке есть интеграция с конкретным блоком например я уже показывала продажи у нас есть сервис и обмен который сейчас используется в блоке закупки у нас тоже самое есть обмен с ИСМП есть в разделе склад и доставка тоже устаревший и текущий режим а вот в производстве у нас есть у нас нету исторического так сказать ссылки на исторический модуль у нас есть только текущий то есть ныне используемый модуль значит здесь мы с вами опять попадаем в тот же самый интерфейс но как вы видите вот в данном случае у нас то что не требует дополнительных операций не активно а операции которые необходимо провести подсвечиваются то есть активным для доступа и для корректировки значит теперь обратите внимание в разделе производства у нас с вами есть ссылка на тестовый контур то есть на личный кабинет ну естественно поскольку у меня демо база то есть она виртуальная то перейти на честный знак я отсюда не смогу просто как пример для того что где это находится и что с ним делать собственно говоря ну на самом деле это в основном тестовый контур для тренировки сотрудников и обратите внимание что личный кабинет стоит запускать именно с рабочей базы может быть сделать копию то есть чтобы уже тренироваться на конкретной номенклатуре теперь еще раз вернемся к нашим слайдикам это собственно говоря вот мы с вами сходили так сказать в интеграцию и следующий слайдик это то что мы с вами уже смотрели то есть это настройка интеграции то есть когда мы отмечаем с какими товарами мы имеем дело и настройки которые мы можем дополнять если у нас например добавилась какая-то товарная группа добавились какие-то прослеживаемые маркируемые товары прошу обратить ваше внимание что маркируемые и прослеживаемые товары это не идентичные так сказать понятия это понятия разные но поскольку сейчас у нас прослеживаемые товары в основном попадают в группу товаров которые подлежат маркировке то естественно вот мы рассматриваем их вместе и хочу остановиться на штрафных санкциях которые предусмотрены за нарушение правил маркировки штрафные санкции у нас сейчас очень увеличены то есть все что касается маркировки прослеживаемости воинского учета то есть штрафы увеличены кратно значит вот на этой табличке вы можете посмотреть если мы с вами нарушаем правила работы с маркированными товарами то в этом случае предусмотрена административная ответственность то есть это у нас КААП и обратите внимание для юридических лиц от 50 до 300 тысяч при этом предусмотрена конфискация предметов нарушения кроме этого будет действовать штрафные санкции для должностных лиц то есть для должностных лиц от 5 до 10 тысяч и опять же с конфискацией предметов нарушения эта ответственность предусмотрена за товарные группы за исключением табака а вот если касается разговор табака то обратите внимание для должностных лиц уже не 5 и 10 а 30 и 50 тысяч рублей с конфискацией предметов нарушения для юридических лиц естественно штрафы увеличены больше чем в 10 раз то есть от 300 до 500 тысяч рублей и тоже с конфискацией предметов нарушения и кроме того у нас предусмотрена уголовная ответственность то есть уже не административный кодекс а уголовный кодекс и в этом случае если преступление особо крупный размер имеет или например контролирующим органам удалось доказать сговор то в этом случае штрафы до миллиона или лишение свободы до пяти лет то есть соответственно нарушать требования которые предъявляются к маркированному товару очень дорого не говоря уж про финансовый аспект еще и нервный скажем так вот ну здесь вот у нас тоже самое только уже в текстовом выражении так сказать чтобы донести всю серьезность момента ну на самом деле штрафы можно получить за что то есть как выявляются данные штрафы и что вы что-то нарушили во-первых это то что вы передаете товар не маркированный то есть передача товара в юридическому лицу без информации в честный знак за нарушение сроков проведения передачи в систему то есть здесь предусмотрена передача прав собственности в течение трех дней если мы то есть отгружаем например оптовым продавцам либо розничной торговли то естественно мы должны подать сведения одновременно либо в случае если какой-то сбой произошел в течение трех дней и соответственно когда розница осуществляет продажу маркированного товара здесь если розница не передает сведения о выводе марок из оборота то есть они не сообщают о том что товар данный товар продан если эта информация не передается то розница попадает под эти очень большие штрафы и плюс ко всему значит у нас при реализации табака духов одежды ну то есть сведения вы видите перечень который здесь приведен ведется по экземплярный учет и для молочной продукции сейчас тоже ведется по по экземплярный учет поэтому надо быть очень аккуратным дисциплинированным и под росписи вручать инструкции вашим работникам о том что они прошли скажем так обучение предупреждены об ответственности и ознакомлены с санкциями которые будут появляться для данных правонарушений то есть основной алгоритм который мы соблюдаем при работе вот сейчас мы с вами перейдем на перейдем еще раз на нашу демобазу и здесь мы с вами ну вот в меню продажи возьмем например документ конкретно возьмем документы продажи все и сейчас откроем документ который например реализация и здесь у нас соответственно меню товары как вы видите вот здесь есть колоночка которая отражает наличие марок то есть если у нас мы работаем с маркированной продукцией то есть мы соответственно заказываем эмиссию марок в честный знак получаем от честного знака сформированные марки и эти марки присваиваются к конкретным про конкретным номенклатурным позициям и соответственно если мы формируем на основании допустим реализации какие еще мы можем документы сформировать то есть у нас возврат товаров здесь тоже указывается наличие марок то есть мы формируем фактически два документа первый документ это например вот реализация товаров а второй документ это реализация марок если у нас розничная продажа то соответственно розничная продажа формирует выбытие марок и оборота к сожалению наше время уже закончилось вопросов вопросов я не вижу пока значит если у нас с вами какие-то вопросы возникнут то милости просим как я уже говорила мы будем очень благодарны вам за обратную связь а сейчас вернемся к началу титульный лист и я еще раз хочу напомнить вам наши координаты то есть наша электронная почта наши телефоны телеграм-контакты и адрес сайта мы будем очень благодарны вам за взаимное сотрудничество за обратную связь и хочется сказать еще что у нашей компании очень большой опыт по внедрению по доработкам по в общем любые операции связаны с программным обеспечением 1С и мы будем рады казаться вам полезными на этом разрешите закончить нашу встречу хорошего вам дня всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор тиху до сих пор до сих пор